бисмиллях ассаляму алейкум сегодня хотел поговорить с вами про один из хостелов города стамбул его называют константинополис константинополис константинополь это вообще древнее название города стамбул и этот хостел этот хостел конечно там букинг и другие платформы они показывают что это три звезды отель называют его хотя хостел есть хостел я не знаю насчет три звезды какие там стандарты в турции я конечно не знаю когда они присваивают звезды но я знаю то что можно купить звезды то есть за каждую звезду ты должен просто платить потом приходит специальная служба проверяют наличие этих этого на имеется это имеется это имеется согласно их стандартам ну ладно значит центре городе в центре города находится хостел в тихой 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 улочки в тихой улочки потому что это сам район то самое оживленное между прочим там не мечеть фатих вон там есть район фатих и видите аксарай я часто сюда приезжаю часто часто сюда приезжаю чтобы тут походить султан ахмед район конечно вот смотрите даже цвет специально где много 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 людей ходят где много людей ходят значит здесь вот это чат десы вот это набережная здесь все понятно все понятно а сама вот зеленая точка это вот где находится наш хостел где наш хостел находится так хорошо это спокойно такая улочка тихая улочка видите хостел он небольшой в принципе небольшой смотрите здесь наличие кондиционеров на выходе смотрите сколько кондиционеров только на земле даже стоит на вот на этих парапетах на вот этих и сколько висит еще в отеле всего 18 комнат отеля все вот эти лжи кондиционера вон видите куда вы вели на улицу значит так кондиционеры есть удобства какие есть у нас кондиционер как я сказал это означает что здесь сплит-система сплит-система можно контролировать некоторых в отелях потому что есть централизованное централизованный там дует прям в таком направлении в одном направлении тупо дует а где сплиты это можно регулировать ладно нормально так ежедневная уборка душ там туалет все это в каждой комнате фен в наличии сейф сейфом я обычно не пользуюсь обычно я не пользуюсь сейфом многие вот когда приезжают сразу по настройном сейф ну давай покажи некоторые сейфы такие тормозные начнут верещать лучше бы его не трогали но решаем 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 там вопрос с сейфом как это решается на крайний случай пойдете там попросите придет человек настроит вам пароль мороль все сделает адрес внизу находится адрес адрес внизу также под этим видео ссылка будет как забронировать его на разных платформах его можно там на годе там на букинге на ход и луки то есть забронировать можно этот отель как и сказал он хостел в некоторые некоторые комнаты спад можно спокойно жить семейным некоторые комнаты видите двухъярусные койки вот эти так освещение сами видите преимущество которые отеля преимущество какие заезд то что заезд всегда всегда заезд после обеда с часу в некоторых отелях с двух некоторых отелях с трех даже когда очень большой там наплыв и они не успевают потому что выезд например двенадцать тридцать люди выехали администрация должна все принять номер потом должна прийти вот этот хаус кеппинг они должны там навести марафет все побрызгать все попшикать все протереть все заменить бывает час бывает два часа смотря какой отель смотря какая загруженность так что приготовьтесь у нас иногда бывало так что группа приезжает и всего сидим до пяти часов потому что отель сами знаете в двенадцать тридцать выезд люди выходят только в четыре или в пять выходят то есть ты начинаешь там дергать там ключи отключают они не сдают ключи дверь не закрывает или кто-то выходит а кто-то сидит обязательно если групповые это вообще такие там конечно свои заморочки потому что у них например автобус приходит вот у группы автобус например договорились они что автобус придет в шесть они выходят в пять а у тебя другая группа заехала поэтому если групповые конечно это тут заморочки а если и ты приехал тут один туда-сюда то там конечно можно и договориться и перед обедом даже заехать до обеда можно и договориться и до обеда вот вчера у меня мне звонили люди мы говорит забронируем у вас на букинге через букинг забронируем ваш отель я говорю без проблем но мы заедем ранний заезд игру ну во сколько но в семь утра я в семь утра ладно говорю сейчас и директора спрошу директору спросил он говорит ладно ладно проблем нет нур давай пусть приезжают отель только открыли после всего этого карантина не агро хорошо давай звони этому звоню сам клиенту я говорю давай бронируем я забронировал я приеду в 5 ягру ты же горел 7 вот такие люди в 5 он уже приезжает вот так ладно говорю приезжай говорю если чё-то на рецепшене тебе скажут скажешь мудир ахмат мудир ахмат разрешил все я потому что с мудиром ахматом с директором разговаривал директор дал добро в общем такие вот есть такие нюансы конечно есть такие ранние гости ну что сделаешь у него самолет прилетел он приехал он не будет сидеть до обеда представляете он например прилетел из другого города там потом на такси добрался или машину арендовал и приехал и в отель подкатил но здесь сами видели улочка корот маленькая здесь на такси конечно только на такси подъехать а машину где-то арендовать и потом оставить здесь невозможно в этом стамбуле тем более здесь лучше на такси приехать ладно дальше выезд все с этим разобрались там вообще много вопросов вообще заезд и выезд это это целая целая тема это целая тема отел отель 18 комнат как я сказал отель хастель отель хастель короче для кого-то хастел для кого-то отель в общем хорошо персонал ну знают они английские там уже понятно русский знают арабский знают потому сейчас уже арабский арабизация везде уже даже пешеходные эти везде по-арабски уже добавили потому что сирийцев около 5 миллионов беженцев пришло после вот этих военных действий в сирии много беженцев пришло Да и сам Стамбул, чем мне нравится, там интернационал очень большой. Там столько колорита, национальностей разных. Это что-то просто. И ходи как хочешь. Я вот хожу в своей арабской рубахе, в тюбетейке. Никто тебе ничего не скажет. Если ты в Москве будешь ходить, конечно, там все на тебя обратят внимание. Ты что это такой, какой-то араб появился здесь. А там кто хочет ходит, в чем хочет. И альхамдуля, никто ничего не скажет. Дальше. Услуги в отеле это Wi-Fi, естественно. Но Wi-Fi, смотрите, лобби, если сказано, значит лобби только. То есть на ресепшн, там на ресепшн. На этажах не будет. Если купить сим-карту, только дополнительную для себя сим-карту купить. Ну там смотрите, какие цены. Купите сим-карту, 60-70 лир. Там 1-2 гигабайта будет. Если уже хотите безлимит. Но там безлимиты, они, конечно, дорогие. Помощь малоподвижным людям. Ну, в принципе, это во всех платформах такая галочка стоит. И везде отмечают малоподвижным людям. Но, естественно, никто же не откажется помочь. Никто не откажется помочь малоподвижным инвалидам там или кто-то на коляске. Естественно, помогут. Все помогут. Прачечная есть. Это очень хорошо. Прачечная, что есть, это нормально. Можно сдать свои потные футболки, рубашки или еще что-то там. Носки, моски-то это все можно самому в туалете все помыть, постирать. Это проблем нет. Даже купил кусок мыла и постирался. И он повесил вот на вот этих, обычно мы вешаем вот на этих душевых стенках. Все. Или пару веревочек кинул и все у тебя тут. Если ты надолго заехал, нормально. Так, хорошо. Комнаты, сами видите. Это там стол, вот где семейная пара. Нормально. Там стол, стулья. То есть, могут даже 4 человека за столом сидеть спокойно. Тем более, сейчас карантины и всякие эти вирусы. Внизу рестораны, они не работают. Уже тебе просто приносят завтрак, например. Завтрак тебе принесут в номер. Завтраки в отеле. Обязательно, конечно, есть кухня, где ты можешь все разогреть. Можешь прям там позавтракать. Завтраки самые известные. Турецкие, такие спокойные. Они любят кофе с утра. Потом вот такой, что-нибудь такое, яичницу там. Или яйца отварить там. Сыр, чтобы был какой-то. Несколько видов сыров. Потом вот обязательно оливки. Один огурчик. Четвертинка помидорки там. Вот это тахина, варенье какое-то. Масло там. Их любимый батончик нарезанный. Ну, в общем, самая такая известная. Сосиски. Я обычно там покупаю сосиски. Захожу там много всяких магазинов. Бим. Еще другие магазинчики такие есть. Известные там. Ты там берешь сосиски. Уже местные, халяльные. Яйца берешь. Отваришь. Пожаришь. Или еще что-то. Нормально, короче. Короче, нормально. Отель. Или как хостел, я вам говорю. Цены разные. Есть за 19 долларов можно взять. За 19 долларов. Есть там уже, в зависимости от количества посетителей. Сколько в комнате там. До 25 долларов. В общем, ссылка внизу. Переходите. Снимайте. Арендуйте. Пожалуйста. Бисмилля. Субхану каллогу муу. Бхамди кашхаду ла и ла халян. Астагфиры ка ваатубу и лейк.